И почему ты еще не на стримах ЛЕ Плей? Так, поехали. Криминальный ТикТок секта и романтизация преступников. ТикТок стал местом, где оживают пугающие истории, которые раньше мы собирали со всех углов интернета. К сожалению, сейчас они все чаще являются правдивыми. И показывают нам, на что способна человеческая фантазия и жестокость. Если вы просто обратите внимание на то, сколько умеется... В мою голову тебе лучше не лезть. У меня видео рубрики Криминальный ТикТок, вы поймете, что эти истории все продолжают появляться. А вы их слушаете, и вместе мы погружаемся в худшие стороны человеческих душ. Всем привет, меня зовут Алина Маннилоун, и сегодня у нас огромный выпуск Криминального ТикТока. И я думаю, вы очень рады, потому что вы обожаете эту рубрику. История нас ждут, конечно, пугающие, но я начну с самой лайтовой. А перед началом... А, тут будет несколько историй. А, ну, кстати, неплохо, давай. В видео мне бы хотелось попросить вас поставить палец вверх под этим видео авансом. Подписаться на мой канал, а также пройти... Да-да-да-да-да-да. Начинаем. После небольшой рекламы. Часто страхи подписчиков превращают самые незамысловатые видео в остросюжетные истории. У-у-у, дизлак, у-у, пора шевуть, отстой, у-у-у, говнище лютейшее, у-у, дизлак, дизлак, у-у. Кris такое. История спрятана за каждым смайликом. Девушка Инна, построившая карьеру на танцевальных трендах в ТикТоке, периодически снимала совместные видео с Кристиной. Девушки живут в России. Весь контент построен на повторении схожих движений, соответствующих эмоций рядом с ними. Многим кажется странным и пугающим то, что во время своих видео они не моргают, а поклонники находят на их теле синяки и пластыри на руках. наличие каких-то как она могла получить синяк в жизни естественным образом невозможно это определенно проявление каких-то непонятных действий в отношении этих девушек я уверен здесь кроется что-то страшное давайте обратим внимание на кулачки на третьем видео в первом верхнем ряду кулачки что это такое многие подумают что это лапки но на самом деле что еще делают кулаками нет не это дерутся дерутся это намек это намек посмотрите на четвертое видео опять кулачки опять опять намек на драку здесь вообще у них глаза как будто не просят помощи я раскрыл это дело вызывайте полицию и в гвардию с танками на своих любимецах вызвало беспокойство у подписчиков множество вопросов один за другим стали появляться в головах поклонников и главным вопросом оставался один похищены ли девушки аргументами поклонников в комментариях чтобы девушка надела одежду определенного цвета чтобы подтвердить что она похищена тем временем эти девки которые читают эти комментарии слышу эти дебилы пишут типа одень красное платье если тебя похитили давай реально сделаем охваты будут просто нереально они везде распорсят будут что-то там разгадывать а мы такие типа у ну как бы мы не будем ничего говорить ну как бы намекать ну короче ты поняла хрень погнали и она это делала но при минимальной проверке оказалось что зачастую комментарии были написаны уже после публикации видео следующим ключевым аргументом становится то что именно выглядела очень грустно например из очень да она выбирает конфету которая намекает на похищение в одном из видео она показывает знак просьбы о помощи используют эмоции по вот эти женские знаки просьбы о помощи типа поняли да я псих больной это было это знак да не боял да да вот эти вот чтобы показать что им нужна помощь а видео они используют макияж чтобы скрыть мешки под глазами но в инстаграме девушка вот-вот вроде бы вроде бы да наличие знака помощи который может быть скрытно который человек может увидеть в целом идея это не самая плохая так действительно можно подать какой-то знак чтобы там никто не увидел тот кто тетям терроризирует вот но когда вот эти вот постоянно вот это используется когда не в тему сразу это все обесценивается относишься к этому какому-то говну а человек какому-нибудь реально помощь нужна а ты такой опять эти хайпажоры тик токовский и спокойно находятся на улице и на самом деле достаточно цинично с их страны что они использовали знак просьбы о помощи мне просто кажется что действительно лучше относиться к таким вещам серьезно да 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 но скорее всего в силу юного возраста аудитория они ищут подсказки там где искать их не нужно и к счастью девушками все хорошо они просто да ладно этой любви почтение более 4000 человек пишут любовные письма в надежде получить внимание от одного мужчины кто-то пишет о том что видит его глазах а вот эта татуировка ему набили его на зоне он должен был выжить таким образом иначе мы его целыми днями тарабанили как барабан палочками скания и поднимает его боль тоже этот завидный жених он убийца который совершил двойное убийство его лестно называют убийцей дэдпулом или джокером девушки по всей америке господи мне нравится что когда до этих вот клоунов до этих попущенных людей которые совершают разные преступления и мать они всего своего наказания заслуживают мне нравится когда до них так или иначе доходят новости о том что творится в медиа вы замечать как они потом начинают на следующих заседаниях играть роль ну то есть там первое заседание он сидит такой там какая-то хрень прошла по интернету расфорсилась до него это дошло там через адвокат или еще чего-то на следующих заседаниях вот начинается начинается ну уже знает просто на что он играет как бы сядут его харли квин и теперь тысячи людей со всего мира уверен что именно они могут стать теми кто и они могут стать его следующий возлюбленные выдумали их и другое слово скажем они изменят это преступление уэйда уилсона утро понедельника обычно полно сожалений и головной боли после бурных выходных все возвращается в реальность и это не самая лучшая вот представьте насколько тошнотворные люди которые боготворят вот этих преступников совершающихся совершающих насильственные преступления которые превозносят их и значит как его готовы его оправдывать и так далее когда уже есть доказательная база там ну все грубо говоря чуть ли там не фотографии где он сюда с видео где все это делает вот вот просто цельку генофонт и вот эти ватрушки со своими варениками они сидят вот просто кого они могут воспитать кого они могут на этот свет вообще вот родить вот кого вот когда у тебя грубая твоя мама на самом деле вот в такой-то вот вот просто что чё там за генофонт в ней вот это вот вот эти вот прийти вот ошибочные вот эти вот связь где-то хромосомы лишние там находится я не знаю что чувство в городе форс майерс во флориде девушка бесится что ее автомобиль украли из бара прошлой ночью ее машина стоимостью 18 тысяч долларов просто исчезла этим же утром стейфани не может связаться с ее лучшей подругой крестин она уехала в будобар прошлой ночью джейсон этим утром на работе у него похмелье и вдруг двери открываются и полиция входит чтобы побеседовать с ним они хотят поговорить с ним о том что тот видел будобаре прошлой ночью уэйд уилсон стоит в очереди утром в понедельник в типографии он в очереди за другим клиентом все смотрят на уэйда так будто его не потому что этот человек стоит без рубашки босой и у него не хватает пары зубов а кровь размазана по его торсу он ждал своей очереди чтобы поговорить с хозяином магазина потому что он должен был сказать ему что случилось будобаре прошлой ночью в будобаре не бывает толкотни но при этом достаточно людей чтобы развлечься и это было идеально для милы она не любит ходить сумочкой в руках у нее всего-навсего два телефона визитные карточки кошелек и ключи свои вещи она обычно носит руках или в карманах но всего-навсего то если женских карманов не хватает для всех ее вещей то на помощь приходит ее парень точнее его карманы в эту ночь карманах уэйда были ключи от машины девушки эмо подруга милы заезжать на стоянку и видят машину подруги ими здесь чтобы увидеть милу она хватает свою сумку и выходят из машины девушки дружат около десяти лет и это тот самый вид дружбы когда вы не видите слишком часто но когда встречаетесь будто бы не прошло ни одного дня эта встреча должна была быть знакомством подруги и парни милы первое что заметила эмми это то насколько большим он казался рядом с девушкой и тут парень и девушка начинают ссориться уэйд хочет отправиться кому-то домой и употребить вещества милы надеется еще потанцевать и ей не интересно смотреть как они употребляют эмми выводит подругу на улицу чтобы она остыла тут они слышат как трогается машина и уезжает вдаль оглядывая парковку они понимают что уэйд уехал на машине подруги в это же время в буддобаре находятся другие подруги стефани и кристина как и мило с эмми стефани и кристина были друзьями в течение очень долгого времени девушки уже собирались уходить как перед ними возник джуниор он представился и явно показал заинтересованность кристина также он представил своего друга джейсона джейсон привлекательный он милый обаятельный выглядит дружелюбным смешно шутят приятно смотреть на его гладко выбритое лицо у него ямочки на щеках стефани и джейсон быстро поняли что они сегодня помогают второй парочке наладить контакт группа была в баре вечера до двух утра разговор течет так легко и все они стоят на стоянке в этот момент джуниор предложил вернуться к джейсону чтобы закончить ночь кристин и стефани добирались до бара на такси так что план звучал идеально дома у джейсона была мама она очень раздражена что ее великовозрастный сын привел к утру и притащил с собой пьяную компанию поначалу все пытались вести неловкую беседу с мамой но потом ушли в комнату к джейсону чтобы избежать от этого комната джейсона расположена интересно дверь в ней ведет прямо на задний двор стефани и джейсон решили выйти на задний двор чтобы дать кристине и джуниору возможность заняться тем что они хотят потому что довольно быстро стало понятно что они хотят сблизиться стефани такая подруга которая вызывает полицию если что-то идет не так и готова постоять за себя и своих близких позже что у нее не было ни малейших подозрений взяли взрослые которые развлекались в баре они провели там несколько часов время пролетело незаметно какой-то момент джуниор отводит девушек сторону и говорит им что этот парень не хочет чтобы вы оставались здесь в этот момент стефани поняла что они встретились в баре сегодня вечером они были друзьями как девушки предполагали но девушки решили не продавать этому значение ведь парни никогда не говорили что они друзья девушки сами предположили это их новый план на остаток ночи отправиться домой кристин она живет только за своей кошкой монтия так что никто не будет давить на них джуниор садится за руль машины на которой они добирались до дома джейсона и пытается завести его на удивление двигается он как-то неловко и ему трудно вести собственную машину на деле он никогда не водил машину с ручной коробкой передач это машина его девушки милы а его настоящее имя уэйд уилсон и сегодня он убьет одну из девушек джошуа владелец типографии отпускает клиента и только начинает разговор с уэйдом он паникует и просит оплатить ему автобус самолет да что угодно просто что покинуть город он кратко рассказывает о событиях прошлой ночи и добавляет что кристин уже мертва а утром он пытался убить милу и все время пока он это рассказывал джошуа только и думал о том как ему позвонить как ему не стать следующей жертву что отношения с вейдом это худший период в ее жизни и несколько раз приходилось обращаться в полицию за его нападение а теперь он украл ее машину на самом деле вы уже был термитре месяца из-за того что он душил милу и пытался запугать тем что утопит ее теперь же девушка поняла что не хочет иметь ничего общего с вейдом и хочет просто вернуть свою машину телефон милый разом после первого раза это было непонятно когда он там пытался до от звонков девушка пыталась сохранять спокойствие пока мужчина мечется от признаний в любви до угос убийства потому что она просто хотела забрать свою машину и заблокировать его везде они договорились встретиться возле спа салона милы из-за беспокойства за подругу им решила довести ее всю дорогу телефон милый разрывался от звонков ими припарковывает машину скоро ей придется звонить 911 чтобы спасти подругу уэйт приказывает девушки сесть машину когда она отказывается то парень пытается схватить ее за талию он тянет ее за платье чтобы затащить ее силой в машину через окно со стороны водителя мило быстро догадывается что ей нельзя оказаться запертой машине она выбрасывает руки наверх в воздух так словно собралась нырнуть бассейн он разрывает ее платье и тащит за волосы мило активно сопротивляется и уэйт начинает паниковать понимая что она ускользает из-за его захвата он открывает дверь со стороны водителя миле удается вырваться и она использует этот шанс чтобы забежать машину к эмми я как будто фанфик он угрожает убить ее если эмми попытается пустить ее машину эмми звонит 911 не выходя из машины тем временем уэйт успевает догнать милу на тот момент нет еще и 10 утра на парковке безлюдно если кто-то и может оказаться поблизости то это владельцы бизнеса в здании возле парковки мило врывается снова и решает бежать к своему спа салону потому что не уверена что ей откроют дверь соседние магазины уэйт решает сменить стратегию и пытается затолкнуть девушку в ее же салон теперь ей приходится держаться за перила лестница чтобы он не оказался заперся не внутри уэйт прижал милу к стене в коридоре обхватив обеими руками ее горло он убирает руки с ее горло только для того чтобы ударить кулаком по лицу в этот момент одновременно они слышат как далеки раздаются полицейские сирены и уэйт бьет милу по лицу с такой силы что у нее кровь брыжет во все стороны из носа то ли от звука сирен то ли от вида огромного количества крови уэйт начинает паниковать давай ей достаточно времени чтобы нырнуть под его руку и убежать она мчится через всю парковку и дверь соседнего магазина открывается перед ней к моменту приезда полиции уэйт уже скрылся с места и полицей полицейские решают вымнить его и девушка просит мужчину чтобы он встретил ее на парковке у местного ресторана под названием джо и на удивление уэйт соглашается двое полицейских будут страховать девушку закрывая доступ к машине при столкновении с полицейскими они убеждают того что им нужно просто побеседовать и уэйт в это верит предполагая что мила не будет умственно отсталый в итоге уэйт вырывается и уезжает к счастью скоро полиция получит звонок от джошуа которого вейт будет умолять купить ему билет на автобус возле магазина будет стоять не серая машина милы а черный ниссан полиция понимает что им нужно вскрыть эту машину потому что на ней видна кровь и скорее всего что то есть багажнике скоро стэфани получит звонок от полиции и узнает что черный ниссан ее подруги украл некий уэйт уилсон во время допроса стэфани выяснится что девушка оставалась дома у кристин максимум 15 минут но ей пришлось вернуться домой потому что она работала на следующий день и нужно было отвезти сына в школу прежде чем попрощаться стэфани спросила кристин все ли хорошо на что девушка заверила ее что все в порядке кристина обняла ее и поцеловала на прощание зная свою подругу она не волновалась потому что обычно она всегда говорила если ей некомфортно рядом с парнем девушка также не переживала из-за отсутствия звонков потому что понимала что подруга могла выйти на работу и просто забыть отписаться отслеживание телефона кристин привело полицию к большому участку земли окруженному деревьями над ними бились стервятники так прочесав местность они находят целой женщины один из ее пальцев и носовые кости были сломаны у нее были телесные повреждения на всем протяжении по обеим сторонам на ее теле синяки руки и ребра девушки сломаны ее зовут даяна руис и уэйт уилсон недавно убил ее кристин все еще не найдено вернувшись из типографии уэйт сделал в большом пустом доме в руках у него был алкогольный напиток а еще он ел попкорн недавно он принял душ чтобы смыть себя кровь и теперь он чувствует себя лучше мужчина надел свежую одежду только это были не его вещи но это меньше из проблем он берет телефон и звонит человеку в помощи которого он был уверен правда они не были сильно близки это был его биологический отец уэйт обращается к нему только когда у него какие-то неприятности или ему нужны деньги привет пап я тут это трубку ему абсолютно двух девок порешал дашь билеты до арканзаса что происходит уэйт злится и убеждает ему что ему срочно нужна помощь он рассказывает ему что убил двух человек но отец воспринимает это как очередной бред под воздействием наркотиков утром на работу отправилась даяна руис бар в котором она работала находился всего в полумели от ее дома последним ее видел младший сын зэйн он вовсю готовился к выпускному и надеялся что мама сможет посетить дебютный концерт его школьной музыкальной группы коллеги отмечали что же из за пять лет работы в баре не пропустила ни одной смены поэтому ее внезапное отсутствие насторожило их когда выяснилось что женщина так и не вернулась домой они забили тревогу и подали заявление в пациенту бедный пацан она позднее установила следствие 7 октября по пути на работу даяну остановил проезжающий мимо уэйд уилсон мужчина сказал что он якобы потерялся и попросил руис подсказать ему дорогу женщина желая помочь села к нему в машину и тот продолжая одной рукой управлять автомобилем стал душить ее а затем он остановился чтобы избавиться от тела увидев что даяна еще жива он оставил ее на земле снова сел за руль и переехал ее от десяти до двадцати раз цитата чтобы она стала похожа на спагетти затем оттащил тело в кусты неподалеку и скрылся узнав все эти и другие подробности преступления жених руис скотт хэннон заявит суде этот монстр был последним кто говорил с ней все что я могу сказать ему надеюсь ты сгниешь в аду мужчина был арестован 8 октября 2019 года на следующий же день после того как было найдено тело кристин мэлтон к тому времени былсон находится уже в агайо там он ломился в дом местной пожилой пары а до этого местные жители видели как он без футболки окровавленный слоняется по улицам согласно полицейскому отчету во время ареста вуза находился в состоянии алкогольного опьянения и установить его возможную причастность удалось благодаря показаниям свидетелей частности молодого человека в гости к которому отправилась мэлтон вместе со стефани и уэйдом после бара кроме того полицейские обнаружили видеозапись на которой видно самого вулсона находящегося за рулем машины мэлтон он упрал ее автомобиль после убийства чтобы приехать к бывшей девушке и напасть на нее и ему кто-то сочувствует да девки текут оправдывают и убежать из флориды предположительно это вот знаете как было бы здорово если бы вот например девка вот таким занималась и чтобы у нее над головой появлялся какой-то баннер типа или значок который ты бы мог видеть как знаете там специальных очках такой тень посмотрел и так далее чтобы их можно было обходить стороной не связываться с ними я бы мог многое очень сказать про то кем они являются эти женщины которые это оправдывают и текут по этим людям и так все понятно и слово биомусор наверное здесь будет слишком лайтовым пошло после убийства даяна на машине видео с одной из ракурсов были отчетливо видны повреждения переднего бампера как будто на ней сбили человека самым серьезным доказательством вины уэйда уилсона в убийствах стали показания его отца стивена именно ему молодой человек позвонил седьмого октября сознавший совершенным преступлением он сказал я убийца пересказал их разговор стивен во время суда отметив что поначалу его сын как он подумал попросту что то выдумал он был возбужден и хотел чтобы я почувствовал то же что и он поверить что слова уэйда правда стивен смог только после второго звонка который уилсон сделал позже тот же день своей вине уэйд уилсон косвенно признался и сам в интервью журналистки фокс фора шерри аллейн он к примеру заявил что мэлтон сама позволила взять ее личные вещи и автомобиль хотя в реальности в тот же момент женщина уже была мертва какая-то там репортерша с телеканала фокс взяла у него интервью я сто раз об этом высказывался и скажу еще раз всем этим людям которые совершают преступления у них должно быть на законодательном уровне запрет медиа запрет вести блоги даже после освобождения любые абсолютно социальные сети с точки зрения как блогеры запрещать всем медиа любых уровней радио телевидение просто блогеров каких-то запрещать с ними контактировать звать их на интервью и так далее так далее то есть полностью их отрезать от этого это должно быть на законодательном уровне сделано по такая путаница показаниях а также заявление что он действительно подвозил до автобусной остановки дайану руиз в день ее смерти по словам журналистки наводят на подозрение это же и во франции такой закон есть какой-то стране есть такой закон но в большинстве его нет и это так всех этих доказательств записи с видеокамер невнятных оправданий в интервью показания свидетелей и в том числе бывших девушек вылсона обвинивших его в насилии а также телефонного разговора молодого человека с отцом хватило для того чтобы открыть против выйда уголовное дело однако разбирательство по его телу заняли несколько лет вскоре после задержания таких мразей пиарят да 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 пиаре и выдвижение обвинений но они не пиарит они хотят докопаться до истины задать неудобные вопросы ну короче вы поняли хайпуют на этом власть пандемии а затем протесты было из-за которых судебные заседания экспертизы постоянно переносились оказавшись в тюрьме выйд уилсон кардинально меняет свою внешность он нанес на лицо несколько татуировок в том числе и изображение сварки и эта деталь не смогла прийти мимо суда присяжных если дорогие костюмы которые менялись каждое заседание как-то могли сбить стоку и усомниться в виновности уэйда то набитая около глаза на да у него иначе бы жопа в тюрьме не выжила понимаешь ему пришлось сделать выбор асфальтика однозначно говорила о потенциальной опасности подсудимого кроме того татуировки это своего рода отличительная черта флористских заключенных по статистике они есть у трех из четырех обитателей тюрем во время суда были обнаружены и новые подробности убийства двух женщин так экспертиза показала что уилсон набросился на мэлтон когда она уснула действия очевидно разбудили женщину кристин пыталась физически сопротивляться и отбиваться о чем свидетельствуют сломанные ногти синяки на теле и отек головного мозга столкнувшись же с рулос уилсон спросил у нее как пройти до школы и по почему она разрешила незнакомому человеку сесть к себе в автомобиле это остается загадкой при этом адвокат вылсона до последнего пытались добиться как можно более мягкого приговора для подзащитного например обращая внимание жюри на слова судмедэксперта о том что невозможно с точностью сказать были ли жертвы в сознании в момент удушения дайте угадаю ему еще наверно адвокатов оплатили вот эти вот сборами откуда у этого бомжа бабки на двух адвокатов суд отверг эти аргументы настаивая что следы на телах жертв четко говорят о том что женщины не только понимали что с ними происходит но и пытались отбиться от нападавшего превосходящего их по силе во время заседания было зачитано и письмо сестры вылсона венди мальчик которого я знаю все еще где-то там но он захвачен монстром полном зависимости я не могу любить его меньше из-за того что безумие украла его у нас заприте этого монстра говорила свое послание среди выступающих судей был и психиатр он провел несколько интервью как самим вейдом так и с его близкими пытаясь понять причины совершенного им преступления по словам эксперта в детстве вылсона не проявлял склонности к девиантному поведению перемены в его характере произошли когда вы исполнилось 13 лет тогда по словам близких он стал более раздражительным изолированным и параноидальным психиатр привел пример историю рассказанную матерью молодого человека когда тому было 15-16 лет он неоднократно закрывал и занавешивал окна в доме объясняет и тем что видел людей на улице которые хотят навредить его семье по словам специалистов то ли резкое изменение поведения Вейда вероятно говорит о наличии у него психического расстройства причем речь может идти как о шизофрении так и о биполярном расстройстве личности которая просто не было своевременно диагностирована от наблюдения у врачей и приема препаратов могли привести к обострению заболевания развития паранойи появлению галлюцинаций и неконтролируемых вспышек гнева и агрессии уже во взрослом возрасте однако для того чтобы поставить однозначный и конкретный диагноз нужно больше времени для обследования подытожил психиатр так или иначе суд услышал просьбу уэнди Уилсон запереть монстра но в силу жестокости этого преступления и уверенности в том что Уилсон сознательно получал удовольствие убивая своих жертв присяжные выбрали самую жесткую форму наказания в виде смертной казни пока что их и по делам решение рассматривается как рекомендация окончательный приговор с учетом их точки зрения примет судья на финальном заседании пока еще есть вероятность что Уилсона приговорят не к казни а к пожизненному сроку тем не менее 3 сентября 2024 года суд приговорил Уэйда Уилсона к двум смертельным приговорам по одному за каждое убийство судья Николас Томпсон оглашая решение подчеркнул что улики показывают что убийства были зверскими чудовищными и жестокими а насилие над Дайан Руиз было холодным расчетливым и предумышленным теперь Уэйд Уилсона один из 279 заключенных которые ожидают смертной казни по законам Флориды мужчина может сам выбрать способ либо электрический стул либо смертельная инъекция часто мы не замечаем и не догадываемся что вот но сейчас он там какой 270 с лишним ожидания ну лет через 50 если сам не сдохнет может быть и это исполнит приговор можно было бы сделать чтобы предотвратить события так бывает и сектами не каждый замечает влияние культа или верит что он таковым является пока не станет слишком поздно Миранда Уилкин Дерек 27 лет танцовщица хореограф инфлюенсер ее сестра Мелани также занималась танцами они создали совместный тикток аккаунт посвященный танцам большая часть видео имела схожий формат где обе девушки под современные треки объясняют как создавать трендовые танцы на них было подписано 2 миллиона человек а выросли девушки в Мичигане Миранда в большей степени рекламировала себя как танцорку и ее первой волной популярности стало участие в шоу So You Think You Can Dance в 2014 году В виде рост своих аккаунтов девушки поняли что нужно развиваться в этом направлении и для этого они переехали в Лос-Анджелес там они познакомятся с Seven Mountain Mandate более известным как 7M это консервативное христианское движение которое продвигает идею семи сфер семья, религия, образование, медиа, развлечения, бизнес и правительство и целью этого общества является трансформация этих семи сфер которая приведет к изменению общества Они верят что христианский бог хочет чтобы христиане имели власть и контролировали все даже правительство и по мнению многих эта организация является культом но и у их идеологии есть последователи которые отделяют организацию Роберта Шина от всей остальной идеологии Роберт Шин владелец церкви Шикайна где он проповедует мандат семи гор церковь базируется в Лос-Анджелесе и была основана 1994 на своем сайте он описывал себя как медика который изменил свою жизнь после того как услышал голос бога Девочки Мелани и Миранда заехали в контент хаус таких же танцоров как и они в надежде прийти к популярности и получить большее число подписчиков Сотрудничество с другими блогерами и жизнь в этом доме звучали как идеальная сделка ведь так делать коллаборации проще а красивые виды для танцев всегда на месте Благодаря своему таланту Миранда вскоре начала расти и становиться все более популярной Они снимали видео с другими участниками контент хауса на Бродвее в дорогих домах по всему Лос-Анджелесу и в центре города Их видео часто описывают как созданные для успеха Вот люди которые получают удовольствие от танцев которые смотрят на эти танцы такие Я такой прям это консервативный чел для меня это все проявление какого-то Ну не знаю прям Дебилизма Я понимаю когда люди могут потанцевать там есть разные причины для этого как бы это окей Но контент основанный на танцах где люди такие Вот это вот какая-то Знаете слабоумие да как будто ветер в голове как будто больше ничего не надо вот вот Притягивающее бесконечное внимание В этой команде Миранда получила крупные сделки и выступления с большими артистами в рекламных кампаниях Она также участвовала в шоу Эйлен После присоединения контент хаусу Миранда перестала снимать совместные видео с сестрой И стала проводить все время с остальными участниками в то время как со своей семьей общение было практически сведено на нет Мелани же вскоре покинула команду потому что чувствовала что обязательства перед коллективом мешали ей жить собственную жизнь Миранда тем временем удалила все совместные посты со своей семьей и сестрой Она изменила свой стиль в одежде и в танцах Вскоре она выходит замуж за бидэш еще одного участника тиктук хаоса Семья девушки не была приглашена на церемонию Понятно Ну это самое Там вы знаете как таких называют И узнала о ней из инстаграма Семья выложила видео где рассказывает о своем беспокойстве за девушку Потому что она никак не обсуждала с ним прекращение общения И они ничего не знают о ее партнере По словам семьи девушки первые тревожные звоночки возникли когда она собрала что у нее ковид чтобы не возвращаться к ним Когда семья наконец встретилась девушка вела себя странно Она настаивала на то что ей нужно вернуться и снимать видео Мелани и ее родители считают что все участники группы подвержены влиянию культа И они приняли бы решение Миранда не общаться с ними Но если бы это решение не было принято под влиянием религиозного течения Когда мама девушки позвонила ей чтобы та навестила своего больного дедушку То Миранда просто не смогла возможности доехать Хотя до этого они были очень близки Семья так и не решила сказать мужчине что его внучка находится в такой ситуации Понимая как он гордится ей и насколько эти слова будут не к месту Они позвонили ей чтобы сообщить о похоронах И через пару дней семья снова начала общаться с Мирандой И это привело к тому что девушка собрала вещи и уехала уже навсегда Джеймс муж Миранды со слов своего бывшего друга до этого был частью другого религиозного культа Но они оба вышли оттуда Вероятно Джеймс решил вернуться в знакомую ему систему Мелани изначально тоже начала становиться частью организации Но она чувствовала себя некомфортно от многих действий которые они совершали Организация требовала от Мелани слишком много ее личного времени Она договорилась забрать кого-то из аэропорта И они начали названивать ей чтобы девушка отменила свои планы Хотя на кону стояла не какая-то контрактная съемка Это был всего лишь один из миллиона тиктоков Пропустив одну съемку видео ее перестали приглашать на следующее В своих социальных сетях Миранда описывает что ее присоединение к церкви было духовным пробуждением Сейчас она счастливее и увереннее в себе и в своей жизни Позже она заявила что как дуэт она перерабатывала и не получала достаточно денег А также не могла проводить свободное время с мужем и изучать Библию В документальном фильме от Netflix также подробно рассказывается о противоречивой деятельности Шина как лидера Бывшие прихожане обвинили его в сексуальном, эмоциональном и финансовом насилии А, да? Ну вообще-то так делают все секты в этом суть Один чел, который решил такой Блин, как мне иметь деньги просто так, при этом бесконечно трахать разных девок И чтобы еще ими за это были благодарны С Тиммером быть тяжело А вот церковь... 7M и церковь Шекина не участвовали в документальном сериале Он отрицал, что совершил сексуальное надругательство над членами компании или церкви Также количество денег в размерах миллионов до... И открывает свою секту ...поларов, поступающих на счет церкви и личный аккаунт Шина вызывают беспокойство Те, кто не являются частью организации Одним из самых противоречивых поступков Шина было убеждение своих последователей в том, что они должны умереть для себя и своих семей Одна из бывших финансовщиц 7M объясняет эту концепцию в первом эпизоде Умереть для себя означает, что чего бы вы не хотели или в чем бы вы не нуждались, вы должны умереть для этого Потому что всякий раз, когда вы умираете для чего-то, это возвращается к жизни и воскресает Другая бывшая танцовщица 7M добавляет, что их учили умирать за свою семью, чтобы спасти ее Имея в виду возможность однажды попасть на небеса Сейчас Миранда поддерживает связь со своей семьей после того, как Шин в июле 2022 года изменил свое мнение После того, как несколько танцоров 7M покинули труппу И он предположил, что прихожанам 7M лучше поддерживать связь со своей семьей Шину, который раньше отрицал все выдвинутые обвинения в его адрес Не предъявлялось никаких уголовных обвинений в связи с 7M И компания продолжает выпускать контент с участием Веранды и ее мужа Подальше в CNN, Шин подал иск о клевете против бывших членов церкви, которые утверждали, что он руководит культом Трое бывших танцоров 7M присоединились к взаимной жалобе с бывшими членами церкви на Шина, его жену, их организации и других связанных с ними лиц В иске они обвиняют ответчиков в мошенничестве, принудительном труде и торговле людьми, а также Роберта в сексуальных домогательствах Этот иск все еще продолжается и ожидается, что он будет передан в суд в июле 2025 года Будем за этим следить Как и любая другая платформа, TikTok тоже может быть небезопасным Весь интернет небезопасен Все мы знаем, что существуют люди, которые пытаются через TikTok связаться с детьми и навредить им Завуальвировано люди выкладывают сцены насилия, сексуальные намеки, негативные комментарии И вся эта бесконечная оценка внешности очень сильно влияет на нашу психику Но сейчас, как казалось бы, какие-то городские легенды, они становятся частью нашей жизни И благодаря TikTok мы понимаем, что самые страшные монстры — это люди А на этом у меня все, я надеюсь... Да, благодаря TikTok мы это поняли С добрым утром, подписчики канала Милон Да, с добрым утром Вчера родились, подписались на следующий день Такие... Такие люди так... TikTok, спасибо большое По большей части, как будто бы, видео — это байт, честно говоря Да, байт название Чисто обманули меня, понимаете, как лоха развели Та клипу Та клипу Та клипу Та клипу